Еще понимать, что тебе идет, какие сейчас есть тренды, как оставаться всегда модной. Итак, я с удовольствием приглашаю на эту сцену нашего гостя, призер международных конкурсов стиля и визажа, владелец студии моды и стиля, официальный визажист, стилист, арифлейм в России и странах СНГ, Андрис Рускули из города Рыго, встречайте! Добрый день, добрый день, добрый день. Девочки, мне передали, что вы меня ждали. Я, вы знаете, я очень этому рад, потому что летел не совсем близко, но, вы знаете, я вот только что понаблюдал, вы без меня все знаете. Самый, 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 самый главный специалист сказал, надо мазаться кремом. Истинно, истинные слова. В принципе, вы могли сделать фото и видеосъемки и как бы разойтись. Но обычно, когда я представляюсь, я говорю, что мое основное, мое как бы основное занятие, чем я занимаюсь, девочки, это поздразнить, как вы можете выглядеть еще лучше. И поэтому сегодня, даже не спрашивая вашего разрешения, я все-таки решил тоже к вам приехать и вас подразнить по поводу, как еще можно красивее ответить, скажите, что еще можно успеть, что только-только начали. Что можно, как еще красивее можно выглядеть и что с этим всех делать, правильно? Можно вас подразнить? Вы готовы? Даже нужно? Даже нужно? Отлично. Ну, вы видите все мои официальные профессии и можете прочитать. И, как я уже сказал, мое основное – вас дразнить. Давайте начнем дразниться. Мне сейчас из вас нужен один кто-то, у кого есть самый рабочий инструмент. Во-первых, какой у нас самый рабочий инструмент? Каталог. У кого есть каталог? Можно вот это вот? Извините, девочки, вы, пожалуйста, можете начинать обижаться, потому что я на нервной почве буду кого-то выбирать, ну вот просто вот одну выбирать. Это не значит, что все остальные уходят, да? Вы просто на нервной почве, вот я хочу. Можно вот? Да, вас, да, да, вас, да, да, в синем. Да, можно? Повезло, да? Отлично. Смотрите. Посмотрите, наш самый рабочий инструмент, скажите, пожалуйста, вот когда вы с каталогом приходите, особенно вот когда вы начинаете что-то делать с каталогом, да, вот вы поверили в возможность Арифлей, вам дали каталог, вы пришли, девочки, что очень часто не хватает, когда вы просто с каталогом пришли, оставили и ушли, чего не хватает? Истинные слова, заказа, а чтобы заказ получить, чему иногда вот чуть-чуть не хватает? Личность, знания, опыта, всего этого, нет, девочки, очень часто не хватает личностного отношения, потому что это все. Всего, чего не хватает, вы оставляете, вы уходите. А сегодня я хочу вас подразнить чуть-чуть, как мы можем вот прийти и остаться. Потом, смотрите, сегодня, даже мы не знаем, я даже не знаю всех, кто нас сегодня вот смотрит через вот этот модный, да, модный, модный айфон, потому что информация сейчас распространяется, вы не успели прийти, а мы уже в этом, в эфире. Да, в эфире, поэтому, знаете, начнем с того, что я, чтобы отметить, что я был в Омске, я тоже позволю себе сделать селфи. Селфи. Давайте развернем, что мы сейчас с нашим рабочим инструментом, разверните, так, чтобы... Девочки, если кто-то сейчас хочет сделать селфи, можно. Так, сейчас мы развернем. Так, чтобы селфи был виден, каталог наш был виден, сейчас мы... Да, вот, отлично. Мы улыбаемся, а вы можете... Куда же ты прибежал-то? Вот, машите, что-то делайте, чтобы не казалось, что вас там это самое... О, отлично, есть. Спасибо. Заказы. Спасибо вам, можете пересаживаться. Наша сегодняшняя тема... Помните, как классика советского кино? Верочка, а что сейчас носят? А зачем это вам? Ой, простите. Помните? Ну вот, давайте сегодня поговорим тоже, что же сейчас сегодня носят, что актуально, и что мы можем с этим делать. Потому что я думаю, что большинство из вас, у вас, ваша профессия не стилист, не визажист, да, может быть, вы не очень связаны с миром красоты. Поэтому я сегодня хочу вас подразнить, поделиться несколькими вещами, которыми мы можем использовать в своей работе. И для того, чтобы можно было воздразнить, мне надо модель, и я, наверное, все-таки соглашусь на модель, которая, значит, очень хотела. Отлично. Давайте. Давайте, когда поднимемся, мы с вами вольнимемся на сцену. Да, понимаете? Вы знаете, я для вас подобрал те тренды, которые, мне кажется, вам могут подойти. Хотя иногда я вот рассказываю и смотрю, что все вежливо и как-то вот не лежит в душе. Хочу вас успокоить. Василий говорит, мода приходит и уходит, а стиль и элегантность – это вечно. Поэтому мы сейчас рассмотрим, что же сейчас модно, что же носят, да. Помните, клубный пиджак – это что, в Дом культуру? Туда тоже можно. Все-таки уже серьезно и достали, мне нравится. Отлично. Первый тренд у нас естественный. Это вот, когда мы смотрим в модные журналы, даже если мы смотрим наш каталог как модный журнал, кажется, ну вот девочки, они с утра вот как-то вот проснулись, да, и вот такие они вот как будто вот такие вот естественные, они вот так вот и пошли. Вы тоже утром просыпаетесь, идете, но вот как-то вы не похожи на вот этих девочек. Да, что-то там не хватает. Оказывается, что для того, чтобы нам вот этот тренд сообразителей сделать, нам нужно что-то, некоторые вещи сделать. И начнем с того, что естественный или вот такой натуральный вид мы не можем, вот никак не можем создать без ухода за кожей. И вы знаете, вот когда вы приглашаете своих клиентов, вот скажем, если вы, ну есть люди, которые тоже, скажем, по уходу за кожей, тоже приходят, а? Приходят у вас на мастер-класс по уходу за кожей? Да. Но легче, наверное, всех привлечь, когда речь идет о декоративной косметикой. Декоративная косметика легче привлечь людей? Да. Вот смотрите, значит, для этого мы можем, сперва, вы можете предложить тренд, предложить человеку, что вы его побалуете. И во время мастер-класса всегда очень хорошо можно представить продукты по уходу за кожей. Скажите, пожалуйста, кто сегодня, вы знаете, вот мне становится все труднее и труднее работать. Знаете, почему? Вы все такие красивые, все с макияжем, с прической. Некого выбрать на мастер-класс, потому что все уже вот как-то все сделали. Я готова. Вы знаете, у меня в этом, в одном городе женщина сидела с табличкой и написала, готова к мастер-классу. Давайте тогда мы вас пригласим, хотя вы уже с макияжем. Мне здесь страшно, можно смыть. Видите, как хорошо? Хорошо, давайте вы вдвоем тогда идите. Можно вас? А мы вас возьмем тогда в качестве... Тоже выходите. Мостов. Сейчас мы у вас поделим. Отлично. Так, сейчас мы... Одну с одной стороны. Так. Вы хотели на мастер-класс идти. Присаживайтесь. Так, здесь у нас... Сейчас вторую сорт внизу. Отлично. Присаживайтесь. А мы вас возьмем в качестве. Вы когда-нибудь делали мастер-класс? Показывали кому-то? А, уже всегда все делаете. Хорошо, тогда вам будет легко. Тогда будете повторять за мной. Так, мне еще нужно еще с этой стороны кого-то возьмем. Кто не делал мастер-класс? Вот и... Что-то как-то все уже все. Все закончились. Можно вас? Основная модель на сцене. Тренировочная модель на сцене. Тренировочная модель на сцене. Сейчас надо правильно выучить, какая последовательность, что, зачем наследует. Значит, начнем с того, что мы красиво свои ручки. Чистим, чтобы у нас были чистые руки. И потом нужно для нас это же там, чтобы очистить... А, очищение мы возьмем там. Здесь, здесь чуть-чуть надо будет сперва подходить сюда. Здесь мы будем выбирать то, что красиво мы сделали. Можно убрать макияж, да, с обеточками, да? Извините. Значит, как мы делаем? Мы, да, вот от центра в стороны, да, чтобы у нас не растягивалось лицо неправильно. Сейчас мы тоже к вам подойдем. Вау. Отлично. Отлично. Все остальные ждут, что сейчас будет. Да? Отлично. Смотрите. Этот мастер-класс можно сделать для новичков. Потому что... Сейчас, если будет очень громко, не бойтесь. Для новичков. Потому что вы, во-первых, сами можете попробовать продукты. Потом следующее. Смотрите, если вы приобретаете все продукты, сколько у вас бонусной баллы уже получается? Это хорошо? Отлично. Значит, мы приобрели для себя, сами сделали. Потом пригласили своих подруг, своим подругам. Рассказали, показали все как можно. У нас очищающая, тоник и гель. Но мы можем также поменять, да, мастер-класса. Мы можем взять мицеллярную воду и дать людям попробовать мицеллярную воду. Потому что она не очень дешевый продукт до тех пор, пока вы не попробовали. Сейчас я вам тоже дам чуть-чуть. Вы знаете, что эта мицеллярная вода, она очень хорошо плюется. Видите, как она хорошо плюется? Не спеши, мастер скажет. Ну, как у вас-то дела? Снимаете? Да, можно вот еще мицеллярной водой? Возьмите. Может, да, скажем, если вы хотите, чтобы ваш мастер-класс был больше похож на, скажем, на салонную работу, то тогда можно, да, вот можно чепчик или можно бантик. Можно здесь очень все красиво сделать, но можно и вот таким быстренько. Так, сейчас можно чуть-чуть? Встаньте, пожалуйста, чуть-чуть. Переставим строчек вот так. Не надо. Не волнуйтесь. Все нормально. Это очень приятно, когда клиент хочет вам помочь. Смотрите, значит, как мы. Девочки, я вам сейчас буду рассказывать то, что вы все знаете. Вот прям вот все знаете. Начинаем с лба, вокруг глаз. Может быть, макияж глаз не очень снимаем, если дама пришла. Но вот самое главное – это у нас лицо. Смотрите, у вас были такие моменты, когда вот вы приходите либо в магазин, либо в торговый центр, или вам, скажем, на вам видный телефон кто-то звонит и предлагает что-то купить. Было? Вы можете сосчитать, сколько раз вам не понравилось? Вы можете вспомнить хотя бы один пример, когда вам понравилось, как вам продают? Вот я советую запомнить те моменты, которые… Что вам понравилось, как вам продают? Что делали? Почему вам понравилось? И вы знаете, вот очень часто у меня бывают дамы, они говорят, ничего не буду покупать, я знаю, ваша компания, завлеклете и, значит, потом не отряжетесь. Я говорю, а ты просто приходи, вот просто сядь, и я тебе побалую. Вот просто побалую. Можно чуть-чуть мне в целярном воду? И вы знаете, вот самые яростные противники нашей косметики, да, после слов побалую, садятся и балуются. Причем, вы знаете, вот что интересно? Психологи говорят, всем нравится делать покупки. Правильно? Когда у вас плохое настроение, что вы идете? Делать какую-то покупку. Правильно? Правильно. Но никому не нравится, когда ему продают. Да? Поэтому я вижу в мастер-классе очень такой сильный, такой очень хороший инструмент, который мы можем… Добрый день, проходите. Хороший инструмент, как мы можем красиво работать и представить нашу продукцию. Отлично. Когда вы пользуетесь белым кремом, Так, я вам тоже дам кисточку, да, вы можете кисточкой, потом возьмете у коллеги. Девочки, вы когда устали вечером, вот после мероприятия, сегодня пришли домой, после работы, после всего, устали? И когда вы себя очень плохо чувствуете, да, когда вот все выше крыши, просто очень хорошо сесть, нанести таким обильным слоем крем и просто 10-15 минут посидеть. Если у вас дома мужчина, у нас только один мужчина, наверное, только снимает. Там, там, сзади… Да они снимают-то все. В принципе, да. Если у вас дома, если у вас дома снимающий мужчина, если он хочет кушать, то я вам советую приобрести тоже продукты, то, что касается и мужчин, и его тоже посадить рядом. Вот пока смотрите телевизор, тоже вот сделать ему вот такой обидный, да, как маску нанести крем. Тем более, что если вы будете даже вот уносить крем, который вот я вам сейчас показываю, у него ничего не случится. Грудь не вырастет, да. Это абсолютно тоже вы можете, мужчина, тоже приучить к этим четырьмя шагам. В принципе, я вам ничего нового не рассказываю, правильно? Абсолютно. Но скажите, пожалуйста, сколько много новичков вот так сами берут и идут делать мастер-класс? Вы мне говорили, я вам говорила, чего не хватает, когда вот каталог только у вас есть. Вы что говорили? Знания, опыта, вот всего. И вот это все вот сдерживает. И вместо того, чтобы просто начать делать, ошибаться и понять, как это делать, вы просто не делаете. Тем более, что легче принести каталог, оставить и быстренько убежать, чтобы, не дай бог, кто-то что-то не спросил. А очень часто может быть так, что дама, которая вы принесли каталог, она уже в интернете вот все посмотрела. И у нее вопросы. Я вот сравнивал. Скажите, вы машину можете купить по каталогу? Да? А как? А как она едет? А какая комплектация? А цвет? Да? А удобно ли в ней? Да? Это нужно поездить на машине, чтобы почувствовали. Ну вот смотрите, обратите внимание, что у нас происходит с нашим, хотел сказать, пациентом, с нашим прекрасным клиентом. Разовеет. Разовеет. Потом обратите внимание, что продукты нового поколения, вот самые последние, которые у нас эваноционные, обратите внимание, что кожа, она сияет. Она не просто блестит, как у хрюши, да, вот этот такой жирный блеск, а кожа приобрела вот этот благородный, сияющий эффект. Если вот кто-нибудь пользовался вот этой сывороткой, обратите внимание, что после нанесения она оставляет на поверхности такое, чуть-чуть как перламутровое такое сияние. И даже в продуктах по уходу за кожей вложены мелкие частицы, которые падающий свин, рассеивают равномерно по всей коже. И видите, вот мы нанесли крем, и мы чувствуем, что кожа, она стала более свежей, более такой вот ухоженной. Крем, вот сейчас я вам подойду, дам попробовать, можете, так, я сейчас уже, откройте, потому что у меня в креме. Да, можете нанести на руку и попробовать, и попробовать посмотреть, да, вот, остается ли то перламутровое, вот это сияние, о котором я рассказывал. Я рассказывал. Отлично. Отлично. Наша прекрасная клиентка, как вы себя чувствуете? Круто. Круто. Конечно, она сама была согласна приходить, прийти, да? Вот. И какие вот, какие у вас ощущения после этих продуктов? Как вы можете, вот первое, после мицеллярной воды, какое ощущение было? Сейчас ощущение, что успокаивается. Сейчас, а, сейчас, а перед этим было как? Более так, как сказать, активизировалось такое ощущение, а потом, а сейчас успокаивается. Отлично. Смотрите, очень хорошо, хорошая вещь она рассказывает. Значит, сначала было вот это активное, да, вы ощущаете, кровообращение пошло. Часто бывает, что кожа становится чуть-чуть красноватой. Это означает то, что в наши продукты входят активные составные, активные составные, которые активируют нашу кожу, чтобы она начала работать. И через буквально минуту-две наша кожа успокаивается, да, и мы получаем вот тот эффект, да, который мы хотим. Да, потом мы можем посмотреть. Если кожа очень хорошо ухоженная, то очень часто бывает так, что наша кожа, видите, она не впитывает, да? Кожа, которая очень сухая или обезвоженная, она прям вот этот крем раз, и оно все вот пропало, да, даже можно видеть, иногда частями, да, вот пропадает, все раз, и отлично у нас. Да, все в порядке, все отлично. Можем клиента оставить на 10 минут, да, чтобы вот, чтобы крем впитался. Утром тоже, когда вы делаете вот утренний ваш мастер-класс или утренний уход за кожей, помните, что когда вы нанесли дневной крем, в принципе, нужно обождать где-то 10-15 минут, чтобы крем впитался в кожу, и только после этого мы делаем макияж, да? Вот 10-15 минут, потому что если вы сразу сделаете макияж, у вас может тональная основа свернуться и быть не очень красиво. Пока вот вы балуете человека, вот, кстати, как вы себя чувствуете? Отлично. Прекрасно, а вы как себя чувствуете? Прекрасно. Превосходно. Вы знаете, вот, знаете, вот, что я хочу от вас как бы узнать? Понимаете, вот, когда вы просто видите баночку, она просто баночка. Если она еще дорого стоит, то, в принципе, дорогая баночка, речу ее это самое. Но, вы знаете, вот все это меняется, когда вы начинаете чувствовать текстуру, когда вы чувствуете запах, когда вы чувствуете, как оно скользит, как оно впитывается. Потом, если вы пользуетесь, скажем, регулярно, вы еще в зеркале видите вот эту разницу. Потому что, вот смотрите, вот буквально все новейдж-продукты, они очень хорошо работают на усталую кожу, вот, которая сейчас весной такая, чуть-чуть серая. И, знаете, бывают дамы, которые приходят и говорят мне, я и так красивая, я говорю, вообще спору нет, действительно, вы красивая. Я натуральная, я ничем не пользуюсь. Я думаю, что у вас есть тоже такие, да? Это все химия. Да, не буду озвучивать, чем, да, люди пользуются. Но, вы знаете, я тогда делаю одну сторону лица. Да, одну оставляю естественную, такая, вот, как она красивая есть. И вторую, вот, кремом. Вы знаете, что случается? Женщина видит, что вот даже, когда мы нанесли крем, да, вот эта часть, которую, куда мы нанесли, она визуально даже видно, да, что вот цвет выравнивается. И вот эта вторая сторона, да, она вот такая серая остается. Если она говорит, что вот декоративная косметика, я не пользуюсь, тогда я декоративную тоже делаю на одну сторону. И, вы знаете, вот, к концу она говорит, нет, нет, уже делаю все, как бы, уже все, я поняла, мне даже не нужно ничего, это самое. Девочки, когда у вас открыта вот эта маночка, ее нужно сразу закрывать, потому что очень хороши те продукты, которые с дозатором, потому что туда не поступает воздух. А тут мы можем пальчиками все вот аккуратно, поэтому я это делал отдельно, чтобы пальцем мы туда, как бы, это самое не попадали. Отлично. Первый тренд, естественный вид, да, или естественный образ. Мы никак не можем обойтись без ухода за кожей. Я всегда говорю, перед тем, как вы покупаете декоративную косметику, скажите, пожалуйста, декоративная косметика у вас лучше продается, чем белая? По цифрам, да? Вот обратите внимание, приглашайте девчонок на декоративную и делайте, балуйте их, показывайте, какой эффект, какие ощущения получаются от того, что... Потому что мы никак... Понимаете, декоративная косметика создана таким образом... Сейчас очень интересно. Ко мне приходит клиент, говорит, Андрис, у вас плохой продукт. Потому что раньше, когда у нас были более плотные текстуры, все говорили, ой, как видно макияж. Очень, знаете, вот как штукатурка. Да, видно, что сделан макияж. Сейчас наши продукты стали прозрачные, легкие по текстуре. Вы наносите тональную основу, вы даже не видите, если вы правильно подобрали цвет, вы даже не видите, где она... Опять нехорошо. Как-то так не закрывает все. Как-то вот хочется еще добавить. Понимаете? Потому что сейчас декоративная косметика сделана для тех женщин, которые не приходят в раз в год и ко мне говорят, «Зашпахлюй меня» или «Замажь мне лицо». А наша косметика сделана, мы об этом поговорим, для клиентов, которые ухаживают за своей кожей. И сейчас декоративную косметику, если мы наносим на неухоженную кожу, ну, вы выглядите еще как бы... И так было интересно, и так еще более интересно вы выглядите. Поэтому я вот ваше внимание буквально воздразню тем, что я повторяю то, что вы все знаете. И у кого структуры, у кого люди приходят работать к вам, да, в команду, вы можете смело им предложить, пусть они выбирают одну из тех коллекций, которая им больше подходит и нравится, пусть они всю коллекцию сразу купят. Во-первых, это будет вложение в ихний бизнес. Во-вторых, они сразу получат бонусные баллы. А что, когда вы набираете бонусные баллы, куда вы можете поехать? Где у вас сейчас актуальная лекция? В Сочи, да? Вот, пожалуйста, все свою коллекцию взяли и потом берите, показывайте им время. Вот вы сказали, вы работаете мастер-классом, значит, наберите еще вот несколько своих из группы, чтобы они за вами работали. Вы, значит, пока, потому что, конечно, им будет сложно одновременно показывать, рассказывать, они, у них нет такого опыта. И знаете, что самое... Вот скажите, что сдерживает что-то сделать? Стеснение или страх? Страх, да? Потому что если я бы впервые вышел на сцену, я же не знаю, она сама хотела ко мне уже прийти. А если она не хочет? Правильно? Что она подумает? Что человек скажет? Ну, вы знаете, вот все меняется, как вы говорите, а давай я тебя просто побалую. И вы знаете, и все. Вот это личностное отношение, это то, что нам сейчас не хватает, потому что все продают. Правильно? А вот кто-нибудь спросил, вот что именно вам нужно? Кем вы работаете? Какой ваш день? Вам нужно? Какой макияж вам нужно? Какой уход вам нужен? Да? Поэтому это очень важно. Следующее, пока вы тоже рассказываете или делаете мастер-класс. Девочки, сегодня вот этот тренд естественной или натуральной кожи мы никак не можем отделить тоже от правильного образа жизни, от спорта. Спасибо. Даже вернули. Прекрасно. Я обычно говорю, если что-то пропадает, значит, хороший продукт берут люди. Берут. Спасибо вам. Ну как, на руке было? Посмотрели? Как? Есть чуть-чуть вот это сияние, да? Вот сейчас очень модное, модный макияж, штробинг. Сегодня у меня была возможность посетить ваш музей, как это правильно называлось? Имени Врубеля. Имени Врубеля. Я рекомендую, кто в Омске, сходите, пожалуйста, в этот музей напротив драматического театра и обратите внимание там, где от руки рисованы портреты или где вообще писаны портреты. Обратите внимание, где тень, где свет. Потому что вот эта светлота, которая, блик, да, вот эта струбинг, это означает, что мы делаем блик или мы высветляем ту часть лица, которую мы хотим, чтобы вот она казалась более свежая, более, ну скажем, такой, более здоровой. И этот эликсир, он нам помогает уже создать, да, вот этот, еще мы уже не говорим о декоративной косметике. То, что касается нашего первого отряда естественной, мы не можем обойтись без здорового образа жизни. Я думаю, что вы, наверное, вот самый такой вдохновляющий человек, да, потому что вы преподаватель спорта, правильно? Вот с нее пример. Ну что, что нужно, чем вот лентяю нужно днем заниматься, чтобы вот как-то вот все-таки поддерживать себя в форме? Что бы вы... Если лентяю. Лентяю. Залуши себя с постели, раз. Да. Здоровый завтрак, два. Да. С хорошим настроением в спортзал, три. Здоровой пищей после спортзала. Плюс вода, вода, вода. Уход во время дня за собой. С хорошим настроением везде. Все. Не получается так, что вот будешь это глотать и похудеешь, да? Ну, какую-то часть тела приходится зашивать кому-то. Да. Что только походило... Но... Но вот тоже продукт, который относится к естественному трету и вообще к совсем остальным, потому что нам нужно вот эту здоровую кожу поддерживать тоже изнутри, потому что вот все, что у нас нехорошо внутри, да, все оно на коже у нас отлично и видно. Наши... Еще все очень хорошо. Естественный тренд. Что мы делаем дальше? Дальше мы можем начать знакомить наших клиентов с декоративной косметикой. И я хочу представить, вот на мой взгляд, если человек вообще никогда ничем не пользовался, вот, минеральная тональная основа, Джердани Голд, рекомендую с этой начать. Вы можете накупить пробников, можете купить всю палитру, да, чтобы вам было с чем работать. И вы знаете, вот пробники тоже очень хорошая вещь, но лучше, когда вы можете представить, когда вот вся баночка, когда вы видите, вот насколько она красивая, насколько удобно ей работать. И опять-таки, для начинающих, опять вы все это знаете, еще раз повторю, еще, вот вы правильно сказали, за уши вытащить из постели, начать что-то делать. Скажите, пожалуйста, у вас в жизни когда-нибудь было легко выбрать тональную основу. Ни одной женщины я не встречал, которая была бы, вот, вот, потому что везде, где представлена декоративная косметика, у вас нету спокойной обстановки, чтобы вы могли спокойно проверить, что вы делаете в аэропорту или как вы проверяете. Правильно показываю? Есть еще более крутые девочки, они пришли и сказали, ой, нет, это не для меня, это тоже не для меня, нет, вы знаете, у вас ничего для меня нету. Я понимаю, что я начинаю вот как-то неадекватно себя вести, потому что, смотрите, пока вы не нанесли на кожу, пока вы не нашли, вот, который из оттенков с кожей сливается, очень хорошо видно, вот, женщин, которых заставили делать макияж. Я когда прилетаю к вам в гости, да, есть такой, это самое, паспортный контроль. Последние пять лет, значит, выстроили новый аэропорт, все очень красиво, и всем, которые, девочкам, которые проверяют паспортами, сказали, быть с прической, с макияжем, даже если они не поняли, что это, и быть с прической или с макияжем. И вот они такие сидят, я прохожу и смотрю, оу, летите самолетами аэрофлота. Что вы желаете? Чай, кофе? Я вот четко вижу ту границу, которую она привела. Вот тут меня заставили, а там я естественная. И вы принимаете, вот весь самолет, который она проходит, все идет, ужас. Мужчин говорит, ну вот так, краситься не будет. Женщина говорит, ой, в жизни не буду краситься, потому что, видите, как маска получается. Это за счет того, что у людей нет возможности, создайте хорошую атмосферу, где женщина может прийти, и вот просто вот все подряд, или, скажем, три оттенка, да, выбрать и попробовать найти, который ей подходит. Не просто на руке, да, вот видите, тут даже пятно осталось, да, видно, что это не подходит. Можно чуть-чуть подходить и свежим глазом посмотреть, да, какой-то это тональная основа подходит. Для самых вот таких, которые, р-р-р-р. Кстати, я в прошлом году показывал тоже мужской макияж, скажем, для фотосъемки или, скажем, для каких-то определенных мероприятий, когда тоже нужно, чтобы лицо было, выглядело хорошо, да, скажем, жениху после мальчишника науке. Она красивая, он такой весь красный. Очень хорошая вещь джердани gold CC крем. Тоже можно очень хорошо подобрать. Отлично. Знаете, как мы тогда сделаем? Я вам вручу CC крем, вы можете попробовать. Сейчас мы посмотрим, аж какого у нас затея, какого у нас здесь. Подойдет, а нет, rose, rose-dash, так. Подопытный. Не улыбайся, так останется. Просто нет одного тенка. Ну ладно, что с вами поделаешь? Попробуйте этот. Давайте сделаем, как не надо делать. Да, давайте попробуем. Чуть-чуть наберите это самое на пальчик и попробуйте, как ей это подходит. Да, можно чуть-чуть набрать. Да, можно, да. Вопрос можно, да. Можно. Да, вопрос был, можно ли мешать оттенки. Да, если вы хотите. В принципе, попробуйте. Думаю, что в принципе чуть-чуть сливается. Но для сцены у нас будет нормально. Да, вы можете. Очень часто мои коллеги-визажисты советуют, что вам летом нужен оттенок чуть-чуть потемнее, а зимой требуется, да, чуть-чуть посветлее. Всегда можете взять более светлый, более тонный и смешивать. Тогда уже вы будете как картину писать, да. То, что касается нанесения тональной основы, вы можете наносить, как вам удобнее. Можно спонжиком, можно просто пальчиком. Вы знаете, мода на нанесение тональной основы меняется. Потому что сейчас вот наши очень легкие текстуры, их очень хорошо вот такими чуть-чуть подхлопывающими движениями наносить. Обратите внимание, что мы делаем или мы в основном работаем. Центральная часть лица – это лоб, да, вот здесь очень хорошо все прорабатываем. Потом нос. Можно вот даже почувствовать, когда вы уже на крем, вот насколько хорошо тонает. Она как профессиональная модель смотрит вверх, вообще сидит, не дышит. Как хорошо иметь таких моделей. Я вам всем такие желаю, чтобы у вас все такие были. Смотрите, очень четко, очень аккуратно проходим часть под глазами. И вокруг носа. И если мы хорошо подобрали тон, вы видите, что я даже вот не дохожу до конца. Вы можете совсем только чуть-чуть, особенно для дневного макияжа, вам не очень много нужно. Потом смотрите, когда вы тоже проводите мастер-класс. Когда вы волнуетесь и хотите все очень хорошо сделать, очень часто я видела, что вы работаете вот таким образом. Вам, конечно, удобно, но залу тоже интересно, но до какой-то степени. Ну, девочка встала и уходит уже все. Нормально. На губы, да, если вы хотите сбить тон ваших губ, чуть-чуть на губы. Закрываем глаза. Не бойтесь наносить тональную основу тоже на веки. Потому что очень часто дамы пользуются тенями. Просто на голую кожу наносят тени. Да, они все, скажем, скатываются. И они, значит, уходят очень быстро, потому что им не к чему прикрепиться. Да, поэтому всегда нужно либо тональная основа, либо корректор. Да, вы всегда можете аккуратно все сделать. Как у вас дела? Отлично, да, уже моим помощником. Ребята, понимаете, я вас вот сейчас дразню тем, что, понимаете, наш самый инструмент, это каталог, это наши продукты, да, и вот наше личностное отношение. Потому что я работаю, вот столько сталкиваюсь с чужих не беру, покупаю денег нет. Ну, вот все возможно. Я говорю, все, успокойся. Вот просто сядь и вот просто вот покайфуй. Вот просто у меня ничего, а тебя не нужно. И вы знаете, вот очень хорошо все у нас происходит. Кайфуй. Кайфуй, правильно? Отличное. Следующее, чем я вот люблю всех вас дразнить, это вот такая пудра. Скажите, пожалуйста, сейчас вот, наверное, вот сейчас интересно будет. Вам легко продавать этот продукт? Нет, когда была белая, не сложно. Когда была белая, не сложно. А сейчас она не белая? Нет, здесь белая. Сейчас еще раз, другая, еще вот она. Девочки, вы просто прелесть. Понимаете, вот у нас ни один, вот ни один продукт, это белой пудры или белой муки, как ваши клиенты говорят, не продался без мастер-класса. По каталогу, по картинке ни один продукт не продали. Потому что все смоют, а что я белая буду? Правильно? Я вот любил дразнить всех, да, все, которые говорят, что зачем мастер-класс, это все очень долго, ничего не заработаешь, да. Но обратите внимание, вот вы тоже можете попробовать. Смотрите, мы набираем пудру, встряхиваем, и смотрите, чуть-чуть облаку, оно поднимается вверх, и потом осветает. Насколько тонкая, насколько легкая текстура. То, что касается сегодняшних трендов, это не закон, это не классический макияж, а то, что вот сегодня касается. Сегодня принято, что чуть-чуть мы оставляем по краям вот эти сияющие, сияющее лицо. Очень часто бывает так, что, скажем, если у вас нежирный тип кожи, вы можете тональную основу оставить даже без пудры на дневной макияж. Да, поэтому, поскольку у нас сегодня чуть-чуть все-таки на сцене, чтобы не очень без тела, я центральную часть, да, видите, лоб чуть-чуть, нос и буквально здесь под носом. Буквально вот. Обратите внимание, я матирую и потом разглаживаю. Да, мы чуть-чуть пудру прикрепляем, да, набираем достаточно много, чуть-чуть лишнее стряхивая, да, ставим и потом, да, мы не просто размаживаем. Мне очень нравится, когда самолет идет на посадку, да, мы достаем компактную, тональную и начинаем. Так, я вам тоже чуть-чуть пюльчок, да, вот этот вариант. Да, ну вот видите, в принципе, вы знаете, вот то, что касается пудры, я хочу вам сказать, это можно на дневной почве любую, потому что они все настолько легкие, да, видите, вот мы ее накрошили, она парит в воздухе, да, вам я дам вот этот вариант. Для естественного макияжа, что нам еще необходимо? Чуть-чуть ресницы. Если у нас кисточка оставляет волосики, это только значит, означает то, что она натуральная, да, она чуть-чуть ломается. Теперь смотрим вперед, чуть-чуть вот сюда. У нее уже накрашены красивые ресницы, я чуть-чуть только добавлю. Теперь смотрите, девочки, вы тоже краситесь утром в машине за рулем? Бывает. Я, конечно, понимаю, что вы ресницы красите, я даже видел, что дама рисовала контур. Вы представляете, как быстро красно заканчивается и какой контур, да? Я наблюдал такую вещь. Вы останавливаете на красном, вытаскиваете, потом вы делаете так. Помните вот эту? Ленинградская. Вот с этого осталось. Мы туда набиваем воздух и удивляемся, почему она так быстро заканчивается. Потом вы делаете как? Раз-раз с зеленой. Проехали до следующего. Раз-раз и опять зеленая. И у вас весь день вот эти ресницы, как поворотники в разные стороны смотрят. Девочки, ресницы нужно прокрашивать, вот как они растут, да? Вот сидеть аккуратно. Сейчас, поскольку в макияже является каким-то либо губы, акцент, либо глаза. Это может быть ресницы через чернокрашенные и остальное все очень такое, скажем, ненавязчивое. Либо брови, да? Вот какой-то акцент мы выбираем. Поэтому вы сейчас можете вот тоже и нижние прокрашивать. Можете добавлять, наклеивать пучки, да? И еще докрашивать. Хотя вот нашей туши можно сделать эффект, эффект наклеенных ресниц, да? Вот даже вот наращивая слой за слоем, очень красиво можно сделать, и вы знаете, вот по выбору туша, это абсолютно на нервной очереди. Здесь нету одной лучшей. У нее у каждой есть своя какая-то вот, помните, была такая очень красивая красная, вы открываете, а там щеточка плоская, оба, и что с эти, да? Правильно? Вот у каждого есть какая-то мелочь, которая, она отличается от другого. Отлично, для ТК. Ресницы накрашены? Нет, не накрашены. Тогда предложу ресницы тоже накрасить. Смотрите, то, что касается сейчас помад, опять вы дорвались. Но опять, пожалуйста, вот то, что сегодня я вам рассказываю, это тренд, который вот сейчас актуален, он какой-то вот пару лет будет актуален, да? А потом это опять мы вернемся, может быть, к классике, мы вернемся к чему-то другому. Сейчас натуральные губы делают буквально вот как будто вы ягоду ели, да? И вот чуть-чуть у вас, да, на губах вот осталось вот такое чуть-чуть легкое присутствие помады. Поэтому у нас есть помады, которые называются лак для губ, вот жидкие, они впитываются, да? Они матовые, они не создают никакой блеск, они чуть-чуть вот придают вот этот оттенок. Вы считали, сколько у нас коллекций помад? Посчитайте. Я как-то считал где-то 18-20 в этих, да? Сколько самый большой набор цветов в коллекции? 36 оттенков. Сколько оттенков? 30 оттенков. Вот, пожалуйста, 36. Да, да? Это тоже можно продавать, только в мастер-классах мы об этом поговорим. Потому что, помните, вот раньше в советское время не было косметики? Что-то вот достали одно, и все были вообще... А сейчас 36 оттенков. Не знаю, что выбрать. Как мы делаем? Смотрите, чуть-чуть пальчиком. И вот буквально чуть-чуть, чуть-чуть придаю вот такой оттенок. Буквально вот как будто вот... Вроде есть, а вроде нет. Кто-то скажет, без конкурного коронавра, без ничего. Да, сейчас нынешний тренд очень вот такой естественный, очень мягкий вид. Отлично. Прелесть. Так, давайте мы вам тоже сделаем той же помадой. И можно сравнить, что у каждого получается по-другому. Один и тот же цвет, он получается вот по-другому. Это стой, не шевелится. Отлично. Прекрасно. Она себя еще не видела. Потом сюрприз будет. Ну, в принципе, тут... Да, потом будет сюрприз. Когда вы делаете вот такой мастер-класс, сделайте, пожалуйста, для себя листок, бланк, открытку, любую... Вот придумайте, как оформить, да? Придумайте, как вот оформить и клиенту написать все те продукты, расписать, которыми вы пользуетесь. Потому что очень часто бывает, что в данный момент клиентка не готова что-то купить. Но если вы ей вот даете вот эту карту, чем вы пользовались, она приходит домой. Если кто-то ей сказал комплимент, если ей понравилось, она обязательно вернется. Лучше, конечно, еще лучше, прямо тут же, если у вас есть время или вы работаете в паре, вы можете тут же зайти в интернет, тут же набрать в корзину продукты и по почте отправить вашему клиенту, да, вот этот список продуктов, которым вы пользовались. Там с картинками, с кодами, все отлично. Либо вы от руки делаете список, либо вы клиенту, клиента учите это делать в интернете, чтобы вам самим не нужно было делать вот эту бухгалтерию. А то, слушай, как вы Женя? Наталья. Наталья, ты мне этот карандаш, который я там вот пользовалась, ты мне закажи, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Да, мы еще поговорим по поводу клиентов, да, учите, чтобы они самостоятельно эти вещи делают. Отлично. А нам какие губы? А нам губы какие? Вам те же. Поделитесь, пожалуйста. Сейчас мы закончим губы. И к этому тренду я хочу вас подразнить или поделиться. Да, можно пальчиком. Вы знаете, сейчас все продукты, поскольку они очень тонкие текстуры, очень прозрачные, их, в принципе, очень часто вот просто пальчиком вбивают, да, потому что получается очень естественно. Но это не означает, что вы не пользуетесь кисточками. Пока девочки мои работают, и клиентка просто сидит, как красивая модель, давайте поговорим про этот тренд, и чуть-чуть поговорим о бизнесе и поговорим о клиентах. Я думаю, что вы, наверное, все тоже замечали, что есть разные люди, разные потребности, и по-разному люди выглядят. Наша компания ни одного человека не осуждает, и наша компания людей не делит. Но, тем не менее, мы можем какое-то обобщение все-таки сделать. И, пожалуйста, вот когда вы работаете, особенно когда вы хотите, чтобы клиент что-то купил, чтобы он сделал заказ, вы, пожалуйста, для себя вот посмотрите, насколько человеку вообще необходимо то, что вы предлагаете. Потому что бывают клиенты, которым вот тренды, но это ему не нужно, вот просто не нужно. Ему просто нужны вещи, которые вот он понимает, к которым он привык, и к которым он может, скажем, быстро пользоваться. И мы этих клиентов не отвергаем, но не делайте акцент на этих клиентов, не рассказывайте им про возможности рефлейма, потому что, скорее всего, они, может быть, что-то и будут делать, да? Вы можете об этом рассказать, но не тратьте очень большое на них время, и не возлагайте на них надежды, потому что очень часто женщина, она там, да, и им все интересует, ой, деточка, и это можно, и это. И потом что-нибудь делает, а вы потратили. Поэтому, пожалуйста, придумайте, как вот вы предподносите информацию, да? Потому что если посмотрите, какой вот средний заказ у таких людей, да, и что они заказывают? Мыло и, скажем, пеномоющие, да? Это тоже все нормально, это тоже клиенты, мы никого никуда не посылаем, но это не основной, скажем, бизнес-партнер или ключевой партнер, с которым работать. Это просто клиент, да, лояльный, которому нравится покупать у нас. Кстати, вот здесь тоже очень часто бывает, что человеку очень сложно с интернетом. Он вообще, ну, сам самостоятельный заказ, ему очень сложно сделать, да? Мы никого не осуждаем, просто мы соответственно тоже подбираем, как мы общаемся. Следующий клиент, это основной, это который всем интересуется, все хочет попробовать, но вы должны иметь в виду, что такая женщина, она будет и у других пробовать. И у нее никогда не будет, скажем, только все из Арифлейма. У нее будет разное, что-то в магазине, что-то, скажем, в Tax Free, в аэропорту куплено, что-то у вас. Здесь тоже вы даете информацию, рассказываете, делаете, может быть, мастер-класс, но тоже, может быть, не настолько, скажем, надеетесь, что это будет ваш ключевой партнер. И тут я хочу вот показать вам такого изысканного или самостоятельного, самодостаточного женщину, которую сразу видно, что она статусная, она ухоженная. И вы знаете, я заметил, что вы или мы очень часто боитесь таких клиентов, потому что, как вы говорили, нет опыта, может быть, улыбки нет в этот день, что-то не знаете, не дай бог она что-то спросит, а она уже начитана в интернете. Поэтому вы достаточно часто избегаете таких клиентов. Но я хочу обратить ваше внимание, что наши продукты за последние пять лет настолько выросли в своем качестве, но вы не видите, и вы не знаете, которые выросли, и выросли ли нам кто-то, и выросли, и выросли, и выросли. Продолжение следует...